Использование условного выражения if-then-else для описания ветвления программы не всегда удобно. В Хаскеле существует гораздо более мощный инструмент, решающий ту же задачу. Это так называемое сопоставление с образцом. Основная идея сопоставления с образцом заключается в том, что мы определяем функцию не с помощью одного уравнения, а с помощью нескольких уравнений. Каждое из этих уравнений описывает одну из возможных ветвей программы. Давайте разберемся с примером факториала, переписанным в таком синтаксисе. Предыдущее определение факториала было записано с помощью одного уравнения. Новое определение факториала, функция факториал штрих, записывается с помощью двух уравнений. Разница между двумя этими уравнениями, между левыми частями этих уравнений, заключается в том, каким образом мы описываем параметр. В первом случае мы связываем параметр не с переменной, а с некоторым возможным значением. 0 является допустимым возможным численным значением для вычисления факториала, и мы здесь его используем именно в виде значения. Таким образом, 0 здесь выступает в качестве образца, и при вычислении этой функции у нас будет происходить так называемое сопоставление с образцом. Тот параметр, который будет передан нашей функции в качестве аргумента, будет последовательно сравниваться в порядке сверху вниз с имеющимися здесь образцами. Если мы вычисляем функцию факториал штрих от нуля, то у нас произойдет удачное сопоставление с образцом. Если сопоставление с образцом удачно, значит мы переходим к правой части и выполняем то, что находится в правой части нашей функции, будет выражение, стоящее в правой части. Если же сопоставление с образцом завершается неудачей, то мы просто переходим к следующему уравнению. Здесь у нас используются переменные. Переменные в Хаскеле тоже рассматриваются как образец, но это так называемый неопровержимый, irrefutable образец. То есть этот образец всегда, сопоставление с ним всегда удачно, и наш фактический параметр свяжется с формальным параметром, который здесь присутствует, и теперь наш формальный параметр будет ссылаться на фактический параметр факториал. Дальнейшее тело нашей функции повторяет то тело функции, которое было в этой else нашего предыдущего, предыдущего, предыдущей реализации факториала.